Идёмся ученикам. Значит, об этом для покоя идёт сказано. А нам, а когда ты убегаешь, примешь Христа в сердце, примешь святое правильное крещение, он рос, в воде ходит, и душа успокоится идёт. Был наркоман, не нужны тебе эти шприцы. Был пленится, последняя бутылка, потом всё надо будет маячивать. Всё осталось позади. Утрудился, изрушился, и грешники, как они улучшились, посмотрите. Трясётся, ищет, где попал и валяешь, и потерял всю географию свою. Всё нарушено. Семья развалена. И всё это ради греха, ради мнимого удовольствия, ради щёжего хода. А Господь говорит, даёт нам покой, покой в своём воскресенье. И вот, если бы Иисус на день доставил им покой, то не было бы с каждым капиталом в другом дне. Почему для народа Божьей ещё остаётся субботство? Я так подробно повторяю в прошлый век, чтобы, когда будете беседовать с адвентистами седьмого дня, с переговистами, знали, как ответить. Субботство – это означает время, когда воскресенье Христа уже сейчас. Это время евангельской просьбы. «Ибо кто вошёл в покой его, тот и сам успокоился от Дёв своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся дойти в покой умный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее с пятого меча, болю до острова. Оно проникает на разделение души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечных». 11 стих наизусть. Вы пишите, мы немного пишем. «Раз наизусть дома – выпишите его и повторяйте». «На кухню пошёл, поставьте для задержанных». «Раз пять не прочитаем, если, то есть за сто десятых». 12 стих наизусть. «Чтобы вы полюбили Библию». Моя задача – привязать вас к Библии. А дальше вы сами будете читать. «Чтоб вы полюбили Христа и Библию». Один человек говорил так – в мире есть только одна книга. Теория Библии. Только на той же библиотеке. Только одна. И есть только одна личность – Христос. А всё остальное в свете – Христа и Библии. Всё, что просто, что не согласуется, оно не существует для Бога. Конечно, и для нас должно так же. Каждый не бывший. 12 стих, запишем толкование. Как царь начальника совершившего преступления прежде снимает пояс. У нас не пояс, а погону. Врывает, говорит, погоны с них, генерала. Когда правительство прямо хватает ту же кабинет, скрывает погоны, разжаривал под суд. А тогда был пояс. Пояс с особыми украшениями, по нашему, как раньше было, наладками здесь ромбы. Маршал там, генерал-полковник, паромником определяли. У нас определяют по погонам, по плечам. А раньше было на поясе. Всё украшения, сила, слава. Если пояс с него сняли, всё. Как шел их разговорить. Пришел отодатель за первого секретаря. И оказались в кабинете следователя. Я первым делом обратил внимание. Времене он или нет? Если ремень снятый, значит, уже арестован. Но бежун, говорит, ремень на нём. Раз, ремень на нём не разжаривал. Хотя ремень у нас и не несёт той информации. Контакт с начальником, совершившего преступление, прежде снимает пояс и достоинство, и достоинство. И тогда уже наказывает. Так и в этом случае. В этом случае человек лишается духовного достоинства. Так и в этом случае человек лишается духовного достоинства. То есть он теряет свежу, всё потерял, отпадает. Но в протяжении Николе Гибрии считает падение полное. Мешает духовного достоинства. Потом наказывается. Потом наказывается. Вот проверьте себя. Какое у вас чувство есть? Вот с нами будет человек. Принял правильное крещение. И потом его нет. На занятия не ходит. Возвращайте внимание. Ищите его или нет. Приезжает епископ. Даже епископ приехал. Так редко у нас бывает. Эти люди не пришли. А никто ещё считается членами общего. Батюшка приезжает везде неделю раз. Они не пришли. Вот по канонам. При воскресенье. Здесь причины не было. Человек уже не встречается. Канун. На два года должен в нерябном старе. Неделю нет. Наконец узнаём. Человек, который объявил Павел. Вот какое у вас чувство. Внутри себя. Проверьте. А я не такой может быть. Мысль идёт. А читание говорит. Не гордись, но бойся. Не гордись, но бойся. Тебя постигнет худшее. И вот кого с чем начинаешь судить. Через короткое время точно мысленно упадёшь. Почему? Суждение имеет смысл заразы. И осуждающий другого, как правило, совершает три греха. Первое. Заражает себя, язык, возношение, гордость. Осуждает, то есть говорит, что спасения нет. Второе. Того, кого перед собой видит, он заражает уши его. И того поражает, о ком говорит. Почему грех осуждения, он и в подаворку нашёл. Судить это тот грех, на который человек не может даже одно слово сказать. Вор может сказать, почему своровал. Вещь понравилась. Купить не на что было. Я предвидел. Но не утерпел. Такая же вещь мне. Так она нравится. Блудник может сказать. Я его полюбил. Но под его муникацию я поэтому вот так. Гневливый ответит, что я развелся. Как получилось, я не знаю, убил его. Ну а ты, сидящий дома спокойно. Когда врага перед тобой даже не было. Ничем беда не был. Чего ты судил? Чего ты промывал ему косточки? И когда написано «мывайте ноги друг другу». Вот в этом вся и опасность. Беспричинность. Даже в оправданиях, хотя оправдание не принесёт пользу. Ну для самоуппокоения хотя бы. Почему такие люди злые? Я открыто перед отчаями его. Ему дадим отсчёт. Что интересно? Я по сегодняшнему удивляюсь просто. Я по одной причине начинаю говорить. Туриков меня сразу прервал. Скажите, а какая ваша разница в той церкви какая есть? Я думаю, ведь я не в том месте нахожусь, где могли бы меня исповедовать. Снятки реже передо мной. Значит уже что-то наговорили. Я ответил одной фразой. Разницы ну никакой нету. Говорим мы одинаково. Только они ничего не делают. Вот это наша разница. И вы в этом убедитесь. Я на обратном стороне показываю. Стоит Антоний. Коршунов с баварином награду он выдаёт и улыбается. И прочее. Они идут всегда в хвосте событий. И сегодня это все понимают. Живут только сегодняшним днём. Кончают университеты, чтобы замазать грязью трещины рушащегося здания церкви и страны. Они никакого духовного потенциала эти люди не будут. Так я им ответил. Смотрите внимательно. Вот вам все материалы. Когда мы тюрьму меряли, шли этапами. Они в это время разъезжали по границам. За границам, когда директора завода не могли туда проехать. За что же интересно такая власть так их награждала? Довядок не надо? Если враг хвалит тебя, подумай, какую ты будешь совершить? Враг, если тебя хвалит, можем ли мы вообразить, чтобы народ награждал апостола Павла? Награждал мы его, мы знаем. И весь прошелся по шее его. Это высшая награда. Он перечисляет по 40 ударов без одного. А сегодня, а вот мы с трое год госидалство отпускают деньги. Вот купол установили. А кому нужен купол? Когда под куполом нет. Люди не знают Христа. Уголешат. Постоял в храме. Кто-то там один говорит, что-то считает. За знакомыми подняться. Сидят люди там и говорят по Никольскому храму. Все ходят в двух местах. Торговые, две торговые точки. Базар. И придет человек-спектант. Придет девяти. Но что он у нас возьмет? Мы его ни любви, ни терпения, ни писания, ни жизни, ничему не можем научить. Я всегда стою, когда все теряются у меня дети в лагере. Их некуда везти больше. Я только с ними занимаюсь, но церковь надо везти. И смотрю, дети стоят. Как мы на них отвечать будем? Что мы сделали с верой? Трагизм, положение в том, что мы ничего не можем сделать. Я не могу их к бактистам повести, к администам. Потому что мы православные. Они стоят, от них крыли Слово Божие. Дети стоят. Я каждый раз стою и крыщу. Господи, что я делаю с детьми? И мы на жене Слово, как на занятиях. Вот пришла еще сестра Татьяна. Она преподавала. Мы дети все запели песнопение. На костре везде. Ну, под гитарой. Там бактистские песнопения. Но они все хорошие. Приехала сестра Ксения Егерова, жена из Томска. Продела несколько занятий. На занятия регулярно шли. Приходят они еще. Они только стоят. Когда вырастут, бегом на ужин бегут дети. Вот они, о чем угодно дети говорят. Придут. Но ни разу не сказали. Вот то-то, то-то было. А там дети, ребёнок плакал. Еще наказание бывает. Что стоял у ребёнок и пукал. Точнее, я его на том, что и кормить еще не буду. У него ни пиля срывало. Ну а что ж, постой-ка тут. Сколько это время-то? Это мы будущее себе такое готовим. Да как же ответить-то нам перед Богом? Живое слово о любящем Христе скрыли мы. Ведь это, знаете, патриархи, митрополиты и все. Что мы делаем? И говорим, что не надо нам русский язык. Да мы мертвецы. Мы просто преступники. Слово Божье говорит, «Дострее меча Бога до острова». И дальше написано так. Оно проникает до разделения души и духа. Составов и мозгов. Ни состав, ни мозгов. Мозги затуманены. Все спят стоят. Никто ничего не понимает. Священник 52-й год служит. 52-й год. Я говорю, отец Михаил, в монастыре, в Киеве. О чём вы сегодня считали-то? Понятия не имею. 52 года. В другом месте на Сибирске. Священник 51 год священник. И можно 80 лет. Я спрашиваю. Отец, профиль. Был у вас такой случай, чтобы человек, вошедший в храм, услышал весть о Спасителе, который взял грехи на себя, который страдал, распят, кровь причистую пролил, и пал да и сказал, вот как у баптистов бывает, да, с вами истина Бог. Ни одного слыша этого не знает. Да и трудно поверить, чтобы от хора, от икон люди обратились. Библия говорит, вера от слышания. От слышания-то закрыли. Слова-то непонятные. Начнём, братья, молиться об этом. Я вас прошу. Пусть эта скорбь охватит нас. Времени больше не будет, Писание говорит. Мы на страшном пороге перемен стоим. Гонение будет. Небо копеечку покажется. Будет время написано. Позрогнётся всякая тварь. Мы ради неправных гитий сократятся. Не будем обольщать. Это нам говорит Библия, Матфея 24 глава, Евангелие Тухи 21 глава. И мы соучастники этой тьмы. У нас готовый материал о крещении. Кто-то развесил наши афиши, сделали образ Христа. Хорошо сделано. Кто-то сделал это. Кто сделал это? Немножко там не дописали. Притом старайтесь так теперь ввести, такие места, чтобы сверху не наклеивали. Там образ Христа. Сделано хорошо, но не написали, что вход свободный. И люди думают написать ещё словам уже вход свободный и код от переговорного пульта. А то люди начинают с другой места. И сделали изображение Христа и наши занятия. Прямо настолько броско, красиво. Ну, маленько пистолет это сделали. Я даже не знал, что появилось. И вот представь, образ Христа висит. Иду в городе, в одном месте висит в другом. Но напротив, где около православных храмов всё выдерживается с корнем. Ненавистники в лесах. Всё время, сколько бы ни весили, они срывают. То есть где-то занятия идут, не дадим слышать ничего о ней ярости. Больше одного дня ни одна пишет в нашем невесте. И написано православное церковь. Что вы делаете? Я десятки раз развешивал, а другого уже нету. Образ остался сейчас, а внизу выщипал, потому что сильно хорошо приклеили, как будто птицы. Что это? Это лютая ненависть к самому Христу. А эти люди служат, прислуживают. Нам есть о чём молиться и просить Бога, чтобы тьма злобы раскрепостила русским. Мы ненавидим Слово Божие. Мы даже вещи назвать своими именами. Мы Христа не знаем. Он нам не нужен. Мы привыкли к этой обрядности, привыкли к этим ёлкам в храмах. Мы привыкли. Пришёл, у нас заведённый. Не кину только, не кину. Машина работает. Всё пусто. Христос однажды сказал, дом ваш вкус. И ко многим пришедшим он обратился и сказал, я никогда не знал вас. Но на наших улицах ты ходил Господь. Мы с тобой ели и пили. Мы причащались. Отойдите, делайте себе беззаконие. Вы не любили меня. Вы любили сами себя. Это про кого же так написано? Не про нас и грешних. Мы Христа-то ведь не знаем, как оно должно. И причина одна. Мы-то знаем, слышим. Я говорю, мы объединяем, как вы, весельский народ. Зайдите в храм и постойте. И с выходящими поговорите. Пусть душа застонет. Пришло время родить. Ребёнок, говорит, зашёл до отверстия. Силы родить нету. Дали свободу. Храм открывается, а жизни нету. Мы не для того собираемся, чтобы просто собираться и знать. Я хочу, чтобы это знание всё внутренность нахуй перевернуло. Мы же отвечаем перед Богом за такие великие знания, какие нам Бог здесь даёт. И так, имея первого священника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания нашего. И опять же, исповедания, проповеди, непрерывные везде только об этом. Твёрдо держаться. Иисус наш Христос Спаситель. Он умер за меня. Везде и всюду свидетельствуйте. Посмотрите, как нагло выступает и порнография, и рекламирует и табачное изделие, и чего только не рекламирует. Но кто рекламирует радость во Христе? Это мы, свидетели Его, и мы должны быть верными Ему. Ибо мы имеем не такого первого священника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушён во всём, кроме греха. Почему мы приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи? К престолу благодати – это не церковь, где священие служит, а престол во небе. Итак, когда ты молишься, не надо воображать, что есть какое-то большое кресло, где сидит Бог или Дедушка на облаках. Мысленно, мысленно знай, есть облака на небе. Проходи мимо, говорит Латаусь. Кончаются космические тысячелетия света. Проходи мимо галактики. И ты возрешешь ангелам. Какие они скрыли? Мужские и женские. Ничего не надо воображать. Но проходи мимо. Наконец, Херувимы, Серафимы, престола, начала, силы, власти. Это девять ангельских чинов. Проходи, не останавливайся. И неизреченный тройственный свет. И там, поверь, не смесь. И скажи Богу скорбь свою печаль и радость. И Он благословит тебя. Немного отдохните. Вопросы. А пока я раздам новые газеты, опять придется. По этой бесплатно. По мощам и идеям. Продолжение. И кто еще не переписывал, 70 стихов. В Библии у нас не хватает православной. Почему? Потому что Ветхий Завет перевезен с Еврейского. Новый Завет с Греческого. Кроме Иоаннгеля Атмакея Махареса. Это Арамильский. А Вульгаса. Вульгаса. Вульгаса, т.е. Платил, что третья книга Едра. Ее в греческом и еврейском переводе нет. Причина? Считаю так. Было потеряно все. И вот эти 70 стихов, седьмой, новой, третьей книги Едра мы перепечатали. Можете подойти, потом взять и переписать себе, перепечатать. Кто-то уже перепечатался. Очень интересно. 70 стихов о том, что человека ждет после смерти. Это из Библии. Но у нас они отсутствуют, потому что мы переводили из греческого. И там отсутствовало, это отрезано было. А взять было деньги. А теперь это обнаружено. Это православные уже издаются этих, вы знаете, подсвечивания такого. Скажите, будут ли календари подобно прошлогодним за 7 тысяч? Я не знаю, у нас за 7 тысяч, кажется, и не было. За 3 тысяч. По 3. Это по сколько батюшка приносил? Если можно, закажите календари. Они там все ясно. Но они не двухцветные, одноцветные. Я не распространяю их и не знаю. Батюшка в прошлом году попросил, а ему всех сторонно потолкали. Он мне сейчас даже часть отдал, чтобы в тюрьму отнять бесплатно. Хотя на него расходы. Видите как? Чужой товар распространяется? Это все-таки товар. Что-то издает, и нужно компенсировать. Сказать не могу. Надо посмотреть, может быть церкви будут продавать. Церкви Московской Патриархии. В журнале «Наука и Лидия» за 1990 год. Сейчас Евангелие Никодима. Что это? Это поддельное Евангелие. Апокрифические. Они где-то хранятся. Я их глаза не видел, только отрывки читал. Толкуя Евангелие от Иоанна. Когда Христос совершил первое чудо в ткани Галилейской, притворив в воду вино. Иоанн Затауст просто тарканул высмеивать все эти Евангелия. Какие могут быть, говорить, там чудеса у Христа, когда написано первое чудо совершил после 50 лет. И притом чудо, которым, ну, никто бы сегодня не створил. Если вдруг у нас из водопроводного крана потекло хорошее вино. То есть первое чудо Христос сделал такое, что сегодня, ну, прям, все в ладоши хлопали, если бы это чудо у нас сотворилось в стране. А вот последнее чудо Бог сотворил, никто не хочет. Последнее чудо воскресения из мертвых. Как трудно в это верить. А за первое чудо сегодня оно не совершается. Мы все силы бросили, завозят спирт, отравляют людей. Ну, за это чудо все голосуют каждый день у Киосу. Как вы относитесь к карме Лазарева? Что если читать? Даже руки не надо брать, а сожгите. Я для шиндела взял, да и руки помыл ее. У меня птичка хорошо топится. Кто не знает, где жечь, может, у меня свои крематория есть. Апостол Павел говорил, я каждый день умираю. Непонятно, объясните. Мы можем дать два толкования. Умирать для греха, потому что грех нас перзает и мучает. И другое, быть готовым умереть за Христа. С утра вышло, я не знаю, раньше было как, христианин было, дано указание, как Пелагея. Идет первый, она идет, щедра была. Христиане ходили в щедрах. Это не южный какой-то обычай. Христианки ходили закрыты. А, видимо, по походке в реках воин определил, что молодая девушка. Он подошел и вернул ее, чтобы посмотреть. Красавица. Она вклюнула ему в глаза. Вы знаете, что за этим было? Он выходил в оружие, и сразу застрелил ее. И она мученица. Тогда было дано указание. Кто где найдет христианина, а указы были один за другим. Где Христианный зал, четыре указа, как сейчас указы у президента. Первый указ. Прекратить службу храба. Священники должны пройти регистрацию. И сложить трижды. А сзатеньки минцы. Я на сегодняшний день объясняю. Второй этап по порядку. И четвертый указ. Причем указ за указом пошли. Сегодня один проходит немного времени счет. Последний указ. Всем отречься от Христа. Принести жертвы. Если где-то будет найден христианин, без суда и следствия можете убить имущество пополам. Половина в казну государства, половина в твоем. Сейчас дают такой указ. А у кого квартир нет. Одни квартиры задушат половину нас. Только да. А это в истории мира было. Павел говорит, я умираю каждый день. Утром встал и не знаю, что будет. Это у нас в эти годы прошлое. На нашей стране было. Встал и не знаю, живой ты будешь или не живой. Я в последние годы пять лет. Вот друзья сидят, знают. Я все время ходил вот с такой сумочкой. У меня лежали сухари с собой. И одежда. И так сумочкой в церкви везде. Так и ходил. И, наконец, меня с сумочкой так арестовали. И дома валенки в галошах высушены. Не надевался. Время готово. Но когда домой привезли, я потихоньку скорее скинул. И на тиманском тебе залез. Они мне тогда помогли. Мы ходили все время по острию. Каждый день умирали. Каждый день могло быть покушение. Что угодно. Слышим? Там убили. Там убили. Даже вот в этой газете это написано. На вопрос, вы верующий человек, некоторые люди отвечают. Позвольте мне не отвечать, поскольку это вопрос интимный. Простите за выражение. Говорят, а вы-то с тебя штаны снимают. Что это за интимный вопрос? Когда Писание говорит прямо, кто посыдит за меня, никаких других причин нет. Но кто-то бы подошел к тебе и сказал. У вас зрение как? Нормальное? А лечат зрение и потёрлиплаты, скажем. А у вас болезни какие-нибудь есть? Это интимный вопрос. А для чего, в первую очередь, что я исцелю тебя? Ведь Христос, когда подошел и говорит, хочешь ли быть здоровым? Сегодня мы сколько наговорили, что ты издеваешься? Ты знаешь, что такое болезнь настоящая? Пошел ты! А он коротко отвечает, так, Господи. Но нет человека, который меня бы столкнул, положил в воду, что-то бросил. Когда подхожу, другой успевает. Хочешь ли быть здоровым? Когда человек из болезня, 38 лет парализованный. Ну я вам что, вопроса не по существу. Нет, он коротко отвечает. Бог однажды женщину буквально прогоняет. Она просит. Он говорит, я не могу вас собаку кормить. Обозвал её. Она из этого извлекла пользу. Да, Господи? Ну эти собаки крошки под столом-то едят. Я вообще пел, действительно язычница, еще не задай мне эту крошечку. Доченька моя, Сириана, объяснуется. Я не могу не бросить еще. Я страдаю вместе с ней сумасшедшей. И Господь сказал. Видни, какая вера? Похвалил ее. Вот что у тебя только есть? Самая маленькая. Представь, Господа он уже принял. В ту же минуту. И сразу поступил ответ. Люди в своих квартирах отрешивают иконы, где спят. Ведут мирской образ жизни, готовят пищу, едят некоторые и молятся. Это беззаконие? Непонятно, что едят беззаконие или молятся беззаконие. Беззаконие в одном только, когда мы живем недостойно Евангелия. А что иконы висят, может быть и пользы нам никакой нет. Но во всяком случае иногда разум и задержит. Вот крестик, где-то может быть и кольнет, где-то задел. И видишь, какую-то секундочку хоть оторвался от обыденности. Не надо думать, что такие крестики нас спасают. Мы быстро привязываемся ко всему. Не поставь купол. Молитвы меньше едят. Иконы не принеси. Ну просто привыкшие к этому, это главное. А второе, мы православные этим самым показываем воплощение Христа, что Он был во плоти. А раз во плоти, это же Его можно изобразить. Это тоже проповедь. Нужно всегда четко отвечать. Я христианин. Просят верующих. Да. Это великое право. Просто ищи где-нибудь сказать. А почему вы так поступаете? Я вам могу сказать. Потому что это не верующие. А вот мы верующие, у нас этого нет. Прямо наоборот, сам всюду и везде говорит. Вы верующие? Да не надо ждать этого. Ты засвидетельствуй, что вера. Или открой что-то, или читай, или возьмите вот нас такие материалы, пригласи на занятия. А то меня спросили. Ничего себе, дожился уже спрашивает. Ты должен как с другой глашатой пройти по земле. Чтобы все видели. Пост луны Иисусом Христом идет по земле, размещая. Скоро его пишите. Идите ко всему миру, Христос сказал. И что молчите? Нет. И научите людей. Чему научить? Всему, что я вам проповедовал. И далее крестяй. Без этого ничего не будет. Пока не крестишь ты. Правильно. Пока не скроешься в воде. Вот мы, нынче, крещение в этом году 12 июля будем проводить. Вот кто желающий есть, думает, можете подойти и сегодня сказать, что я не крещен. К крещению мы дадим походить. Всегда даем женщинам, двух порученцам. Это сегодня как раз Сюриков объясним. И там я говорю, что в один день приди, в один день ладошкой по голове и никому это не нужно. У нас иногда до трех лет идет подготовка. И несмотря на это мы еще теряем людей. А там ни одного не потеряли за сто лет. Почему? А ничего нет. Где теряем? Они в корабль не садили. Заходи-выходи. Когда был человек, никто не знает. А мы следим. Почему он не был? Где он был? Больной? Нуждается? Как она находится с дитями, с этими одна? Какая помощь нужна? То есть не только следить, а помочь. Исправить. Сгладить эту нужду. Члены нашей общины знают, что это так. Вот это письмо большое. Заходи-печущими устами на чужом языке будут говорить к этому народу. Это по-видимому о наших священниках говорится чтение литургии в храме. Вы знаете, есть различные жаргоны. Люди разговаривают. И вот у преступников этот жаргон называется феня. Но у них по-другому. Знаете, вот если его освобождает, то говорят, меня нагнали. Если изнасиловали, то говорят, опустили. То есть вот свой, все абсолютно. Второй этаж – это вертолет. Но на все абсолютно свой жаргон. Это тюремная феня. Один говорит, что цитата у нас церковная славянская феня. Настолько это мудро сказано, считаю так. И никто ничего не понимает лепещущими устами. Да, действительно так. Это прямо можно к нам применять. Исайя 28.11. Как понять Исайя 28.13? Исайя у них Словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут, нас здесь разобьются. И попадут все, и будут уловлены. Тоже про нас. Приходит человек в храм. Как купить, через какую встречу подать. Это я приходил в отца Михаила Капранова, и он рассуждается об этом человеке с двумя высшими образованиями. А ведь объяснение в одном слове было бы сказано. Разбейте, выбросьте и сожжите эту проклятую торговлю, которую Христос уже выгнал. Вы, крохоборы, залезли сюда, обманывайте народ. Жильем, сгладывайте его за грехи. Чем больше грешат, тем больше жертвуют. А объясняющие, какое, свечею грех подать. И прикасаться нельзя с свеча. Должна быть чисто восковая. Их не отойдет. В общем, в Барнауле у вас нет, только у нас может быть. Вот и все. Заповедь на заповедь. Все абсолютно люди знают, что не нужно знать. Их они так и научают. И как свечицы, и что шепцать. Больше половины колдует в храме. Больше половины. Два священника в городе Фрунзе обратились к Богу. Конечно, это звучит довольно оригинально. Священник и обратился к Богу. Уверовали. По-настоящему два священника уверовали в Бога. Как у них, говорит. Был случай, что в семинарии один выпуск был. Один в результате остался верующим. Основной уже пока окончил семинарий, там уже ничего не все у него развеяло. Задача была, чтобы потерять веру. И вот священник вышел и говорит, он любимый настоятель большого столичного храма. И говорит, вот сколько лет, вот я перед вами был и скажу вам, как совершенно неверующий. Конечно, мне приятно, подходите, руку целуете и то другое. И я все на магнитофон записал, может прослушать, сейчас еще будет. Стал перед народом. Какой я священник? Я верующим не достоин называться. Тогда свое второе ответ, если они тоже о себе говорят игумен. Мы совершенно не знаем Христа. И вот они исповедовались перед народом и за все попросили прощения. Перед народом. И вот они стали народ исповедовать. Люди ворожут. И они сегодня пробуют завтра, никого наискать не принимают. Первая неделя у них опасно идет. Вторая неделя бабки колотятся. Идти надо. Никого не принимают. А они каждый день. Несите свои молитвы. Если кто не имеет, запишите, приносите. Только тогда будем наискать. Как понесли. Я вам покажу. Он говорит, две вот таких кипы. Волшебность молитв. И мы каждый день, говорит, в водосвятие, молеме и вокруг храма. И потом все это сожгли. Это священники. Это единственный случай, который я знаю. Даже для детей был напечатан. Христианская демократическая партия. Сегодня, если бы начали исповедовать священники. Вот это кто смотрел Кашпировского, которые лечились. Пожалуй, никого бы не осталось в храме. За то, что ты смотрел, на два года уже отключаешься. А если лечился на пять лет, ты в дом его уже принял в себе. За то, что принял на два года, отключаешься человек. Каноны. Любящий Бог дал нам святых отцов, которые на соборах дали эти каноны, чтобы нас предохранить от этой заразы. А я болею. Два врача есть. Священник и врач-поликлиника. Больше ничего не дадут. И оба от Бога. Так они, может, ничего не знают. Можете, ничего не знают. Когда лечить травмы, обливается холодной водой. Поменьше ешь. Мясо исключили, но не пей. Поменьше спи, больше гимнастикой занимайся. И все пойдет у тебя. А больше работайте. Чтобы раза три серьезно пропадить в день. И все шлаки эти будут выходить. Лекарство очень хорошее есть. Пополучие тут там, и там, и там. Ведь не попали все-все. И сегодня сказали. Вы говорите. Кто же храм оторушил в России? По-вашему что? По-моему, так что. А почему священники не учили? Так а вы сказали до революционных. Так я сказал не к тому, чтобы похвалить. А что это было. Ведь революции делали, но не только евреи. Не надо это. На Алтае есть союз писателей. И их журнал Алтай называется. Может видели, продается. Алтай. Советую купить первый номер в этом году. Подробно о расстреле старского семейства. Фамилии в первых убегают всех, кто ехал в плененном вагоне. Предательство как совершено в России. Все буквально. Это центральный журнал союза писателей Алтай. Это не подзаборная какая-то желтая, как говорят, пресса. Очень хорошие журналы. Там не помилите. Там Март Юдалевич участвует все время. Это старейший писатель. Поэт. Кто есть монастей и почему он включил в число двенадцати колен Иакова? Оскровение 7-6. Хотя он не был сыном Иакова. Адам является сыном. Но в оскровении он не упоминается. И всего ли колено были Иуда и Скариот. Все антишества, включая их будущее. Вопрос поставлен так, что человек уже ответил на него. Монастей это не сын Иакова. Но он взят, чтобы заменить двенадцатое колено Дана. Из Дана произойдет антикрист. В откровении его нет. Иеремия об этом говорит, вторая, шестая глава. Что раз слышим иржание от Дана. Дан это то колено, откуда произойдет всемирный владыка, гонитель христиан. В откровении он нигде не существует. А монастей и Ефрем это дети одного отца, ну и не ятого. Объясните, пожалуйста, притчу о горчичном зерне. Горчицу я это не видел. Поэтому видел только на картинках. Какое-то дерево вырастает, как дерево. Но зернушка, видимо, как матовая, или еще меньше. Как релищная. И Христос сказал, что даже немного, если слово попадет в щелоку, даст рост. А у нас только эта зерня маленькая, и не попадает. Мы простояли выше, ничего не знаем. Вот даже вот столько нам не попадает горчичное зерно в душу-то. Лица Бога никто не видел. Он себя показывал в разных образах. Также упоминали, что и ангелы не видели, и не видят, и не видели лица его. А в Матфея 18.10, что ангелы на небесах всегда видят лица Отца Небесного. Слово «видят» всегда представляют. Бога никто никогда не видел. Бог есть Дух бесконечный, всеобъемлющий. Его никто не может видеть. Никто никогда не видел. Его видели в зекомоплощенном в лице Христа, когда он лежал в ясных. И ангелы впервые его увидели. И об этом апостол Павел в посланнике Материи говорит. Как понимать, трудиться надо ревностно для Господа. А то у нас то слово «ревность» ассоциируется с супружеской неверностью. Да ревность как раз и без всякой неверности есть. И ревность горше смерти. Ревность сокращает дни. Я, наверное, тебе уже говорил. Посмотреть надо. Ревностно, то есть старательно. Заботиться о том, чтобы именно тебе это дело представилось. Мы вот каждое утро с братом Виктором ревнуем об одном деле. В мусорном ящике рыться. И думаю, что на следующей неделе в Алтайской празднике вы нас увидите. Мы несем в сумке. Я спросил, над этим материалом уже работает. Уже приняли их на пищатаде. Волобой сфотографировал. Он сказал, что Волобой принес мне контрольные снимки. 200 с чем-то снимков. Я их не принес. Здесь времени просто нет. Видимо, в храм, когда придем, молимся в субботу. У нас батюшка приезжает в субботу вечером. Так я понял. Четыре часа. Завтра. И там, когда выйдите, в воскресенье, в другом домике, Евгений и Дмитрий, можете посмотреть. Очень хорошие контрольные снимки. И по ним выберите по номерам. И еще принесет он святые. Это летом на крещении фотографировал фотокорреспондент. Он довольно талантливый, как его называют корреспондентом. Выставки делал в разных городах. Большие призы брал. Очень хороший человек. Каждый год нам делают снимки. На счет ревностной и необходимой этой ревности. Вы прошите Бога. Интересное сравнение дает нам Библия. Которые нам и бомбы не пришли. Вот пришествие Христа будет неожиданно. Но с чем сравнить неожиданно? Как заболел? Нет, говорит, как вор приходит неожиданно. Вор. А вор приходит, когда никто не ждет. А он ждет. Уходит, выгрядывает. Когда ты уходишь, замечает, звонит тебе, трубку берешь. Нет. Дома ты не дома. Свет горит, не горит. И Христов говорит, так будет мое пришельство. Вот как вор приходит. Господи, ну разве ты вор? Я говорю, метод, метод. А ты, Господи, разве змей? Как змей был повешен в пустыне, так будет. Задлежит своему человечеству. Сравнение. Метод повешения, но не со змеем. И вот, говорит, как мы должны любить Господа? А как мужчина любит любовницу? А как? Все отдает. Сравнение надо заставаться. А думаешь, на самом деле, была семья, была карьера, все по боку, ничего не надо. Ради чего все потеряно навсегда. Значит, вот так примерно любитель. Я понимаю так, в церковь ходить не следует. Вы поняли правильно. Ходить следует. Но надо понимать, что там делается. И не участвовать в беззакониях. Ни в торговой не участвовать. Ни в продаже. В храме, как порог переступил, ни одно слово большое шопотом нельзя говорить. Я вам столько объясню, даже мы с батюшкой тоже сполкнулись уже. Вы искушаете меня. Вы помните, последний раз сказал, не говори. И человек точно послушался не говорить. А тогда пальцем батюшку называет, иди сюда, поговорим. Можно и в окошко скучать уже. Я не для этого сказал. А батюшка, конечно, обидно. Мои овцы с ними не разрешают говорить. Батюшка мне говорит, сними я тут свой приказ и пяти мию. Я промолчал, не снимаю. Я по-своему буду вас жарить. Не разговаривайте. В той комнате отдельно, там батюшка зайдет. Идите, сжайте свои вопросы. Будем находить благоголение. Мы ничего не потеряем. Если она разрешит, только наисподи, когда батюшка спрашивает. Все. И не искушайте, задевайтесь и скорее выходите. В храме команды и я. За порядком следую. Вот одна подходит, шепчет, вторая, третья, а четвертая уже между собой присутствует. Там никак не взятят. Нет, значит нет. Жену с охватом отчат. Четко определенно. Батюшка никуда не уйдет. В твоей комнате заходите, ждите и одновременно решайте свои вопросы. Там будут две комнаты и у самого тоже будете просить. Помогаете нуждающимся всем или только членам цены. Всем не может помочь и судить. Всем, конечно, поможешь. Только членам общины, которые знаем. Но иногда, когда я по радио выступал, мы находили, звонили, которые больные. К ним тоже кое-что покупали. Относили за заключенных. Это 3700 человек. Помогаем. Мы рассуждаем. Что если помогать? У нас есть такой материал о милостыне. И есть такая милостыне, и ты помогаешь. Если Бог за это стеляющий из души. То та же церковь практически никому нельзя подавать. Это не нищие, а проходимцы. А мальчики пьют, ругаются, поделятся. Ты даешь, и все, что нагрешит, Бог поделится между вами. Подавать нельзя. У нас есть материал, прочитайте. Библия говорит, не помогает. И в 5 раз ты говоришь, ты подал. И в ту же минуту лукавый бес уже в аду показывает дьявол. Смотри, как обманул. Вот он подал, а я сюда. Ни артистам, ни которые появляются, что ты никому не помогаете. Глубокий. У первого священничества Христа, и апостол Павел доказывает его евреям. А мы-то, может быть, некоторые и Герский Завет еще не прочитали. Можете сказать, что глава скучная. Но эта глава написана для евреев, чтобы доказать им, что Герский Завет, кто указал на пришествие Христа. И не каждый был первый священник, то есть патриарх, по-нашему сказать, или Папа Римский. А храм делился в несколько частей. Отдельно для женщин, отдельно для язычников, для нечистых там. Отдельно мужчины стояли, отдельно священники. И там дальше была еще святая святых. Комната. Без окон. Все время зашторенная. И туда только один раз в год. Год ходить патриарх в священник. Один раз. Ну это и все знали, как не знали. Они знали и боялись. И поэтому, когда римские завоеватели прорвались в город Рим, было дано приказание сохранить храм, как чудо земли. Но Бог допустил, чтобы он был разрушен. Теперь известно как. Он уже кедровыми досками был обложен. Один римский воин встал на колени. Другой заскочил ему на спину, говорит, и бросил пакел внутрь. Где были обороняющиеся. И мгновенно все вспыхнуло. Как будто это коробок в пищах был. Евреи бросали с ангелами, кровью тушили. И еще не могли сделать. А здесь завоеватель стоял на холме и только смотрел на это. И вот, когда все сгорело. Это в записках. Иудейская война Иосифа Флавия, очевидцы. Все описано. Римляне вошли как победители в храм. Им сказали, вот вы захватили столько-то и перечисляли в какие страны. У каждой страны есть свой Бог. И они всех этих богов собрали, как трофеи. И увезли, как немцы у нас в интарную комнату. И они их там выставили. И говорят, вот мы завоеватели. Но на религиозные ваши чувства мы не постигаем. У нас плюрализм мнений. Пожалуйста, кланитесь. Вот ваш Нептун. Вот ваш Открытый. Вот ваш Дев. Вот ваш Горбачев. Кланитесь к нему. Любите и жалуйте. Когда кюреем, пришли они назад. Сейчас мы захватили и их бога. Статуи какую-то. Были так и змеи поклонялись в виде змея. Они так и брали. Не разрушали. Зашли и ничего нет. А где же ваш бог-то? Какой бог? Ну, вас же говорили там один раз в году священник-то. Ваш главный-то заходит туда, да? Ну, а где бог-то ваш? На небе. А как он еще там делал-то заходил? Они думали, там самое золотое божество стоит-то. Открыли ничего? А как он? Он только во тьме. Бог его открыли. Святого его нету. Бог наш пребывает во тьме. Какая же это вера? У вас там никогда не было ничего? Не было. Странно. И никто из простых тамирян не мог рассказать. Пленных расспрашивали. Скажите, у вас самые святые негде, они говорят, святые святые. А как ваш бог выглядит? Не знаю. А кто знает первосвященник? Ну, хоть один-то священник видел. Ни один священник не видел. И первосвященник только один раз в год зашел, например, жертву с кровью пократил, и скорее вышел закрыл. И никто не знал, что это означает. Когда хвост Павел раскрывает, теперь мы видим и знаем. Вот эта завеса плоская, сосканная, которая хвост закрывала. Когда Христа распинали, она разобралась сама. Оказывается, это плосло. Тело Христа рушится. Это означало тело. Там стоял крошек обычный ящик, это обозначение Богородицы. Внутри лежали-скрижали. Это образ Христа. Бог есть Слово. И Слово стало плотью. То есть смысл заключался таинственный, который надо было разъяснить. Но никто не знал. 1600 лет люди поклонялись и не знали и не видели. И Бог людям давал шанс прорыва туда. Говорит, а почему именно евреи? А чем они лучше нас? Да ничем они не лучше нас. Чем они лучше-то нас? Но Бог избрал их. И мы должны согласиться. И Он через них сохранил нам веру. Веру в единого Бога, немного Божия. И евреи нас подвели. Вот посланник евреев. И в священном Писании. Сейчас мы будем об этом рассуждать. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый. То есть голосовали, какой-то референдум был избираемым. Были любые из священников. Из колена ливии на все остальные в этом не участвовали. Для человеков поставлялся на служение Богу. Для человека. А у нас-то ведь поставляется для треб. Это все для Бога. А священник это задача, главное, человеку послужить. А как? Привести его в Богу. Главное, это смысл потерянный. Как... Ну, кто слышал мои беседы с Александром Медием. И он там выразился так. Вот говорит... Ну... Дал бы хозяин архитекторового задания строить дом. Вот мы строим. Мы же строим православие. Строим, строим. Не забыли, для чего строим. Куповали. Мы же строим. А когда хозяин-то послал, и начали убиваться подряд всех. Сын. А дальше они уже рассуждали. Сын. Убьем. Наследника у него нету. Тогда мы наследники. Помевали. Рассуждения-то какие были? А наш Бог тогда будет любить. Видимо, Каин так рассуждал. У Бога, мы вовсе говоря, одного человека. А он любит другого. Бог без любви не может жить Бог, если Бог... Я ему камнем голову прошибу. А Бог-то и любить должен. А ему любить не может. И один остаток у меня будет любить. Видимо, такое рассуждение было. Рассуждение какое-то же привело его к этому. И у нас рассуждения, видимо, такие же в жизни бывают. Уничтожен другого. Я буду один. Меня будет больше любить. Я герой. В могуществе сходить невежествующих и заблуждающих. Потому что Исаан обложен немощью. Это и болезнь, и скорбь, и увлекается гневом. И посему он должен, как за народ, так и за себя приносить жертву о грехах. Евреи выслушали это в послании, да, мы согласны. А дальше. И никто сам с собой не приемнет это чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Ну, Богом-то Богом. Да если связей никаких не будет, Центральный комитет не поставит, Политбюро не утвердит, Патриархи-то не утвердит никого. Давайте правду скажем. Это мы сегодня уже точно знаем. Еще выборов никаких не было Патриарха. Вы точно знали, будет Пимен. А вне утверждения шло в Политбюро. ЦК КПСС. Не Богом избирался. Но если выражаться, как сказал Алексей, писатель Толстов, он говорил так. Вся правда, вся истина находится в Политбюро. Ну, на такой волне лицемерие мы можем согласиться. Это Бог. Так как Христос не сам себе, Христос, слава, быть первосвященником. Но Тот, кто сказал Ему, ты, Сын Мой, я не родил тебя. Как в другом месте говорится. И священник подъех по чину Мерсиседека. Это если в Патриархе берете. Он во дне плоти Своей сильным Богом и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти. И услышал, Бог заспоет на зубовение. А тут и непонятно. Где Он молился-то? Садуль Гусеманского. А был ли Он услышан? А если был услышан, почему Бог его не спас? Значит, мы бываем услышаны не тогда, когда Бог по-нашему делает. Вот я просил, 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 никакого Бога нет. Одна дождь была, когда погибла. Или Сын не вернулся из Чечни. Так может, поэтому и верь в Бога. Чтобы Бог знает, что Сын Твой был в преступнике, как Тебя.